Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 26 апреля и вот перед тем, как лечь спать, я сейчас хочу ответить на некоторые вопросы от зрителей на канале. У нас стоит ужасная холодная погода, идет опять похолодание. Сейчас будем говорить и о погоде, и про высадки. Так, Марина Савинова пишет. Здравствуйте, Ольга, у меня к вам вопрос, стоит ли подкармливать помидоры брашкой. Ну тут большой-большой комментарий, я его прочитала, подкормить или нет, есть ли у вас опыт. Вот смотрите, Марин, я очень редко подкармливаю брашкой, я если перегной добавляю, например, в грунт, они и так толстые и хорошие, как вот вы и говорите, боюсь навредить. Сильно перекармливать их точно не стоит, они зажируют. И вот брашку я очень не практикую, я один раз в лунку укладываю, ну вот это вот перегной, все, потому что томаты это такой овощ, что граница очень такая зыбкая, чуть перекормишь, потом будет еще хуже. Так, вот Оля, спасибо, два моих прочитали, ну а как первый шаг делаете? Семечко ложите и куда? И видео есть у вас. Я не поняла, про какое семечко, извините. Марина Котвицкая пишет. Уважаемые подписчики канала, давайте будем указывать регион проживания, особенно когда пишете про погоду. Да, вот потому что некоторые хотят сравнить свою погоду там с погодой в другом регионе. Мне тоже делают замечание, что указывайте регион, я все забываю, что не все знают, где я живу. Ольга, я спрашивала, вас в улитке поливать поверху? Корейски почти нет, чтобы не было черной ножки, как уберечь? Ну, вероятно, это вот как иностранец кто-то или что, так пишется, что я даже понять не могу. И в улитке я не выращиваю, поэтому я про улитки даже не буду ничего советовать, потому что не знаю. Филд переводится, поле, полевой салат. Тоже не поняла. А вы пробовали сеять? А, вот, начало. С осени на зиму филд салат в теплице, ему было бы неплохо, это зимний салат перед высадкой, даже семена советуют подморозить. Нет, если честно, я про такой салат даже не слышала. У нас в Германии только так задают лук, из него тоже к осени очень хорошие головки лука получаются. Ну, это германец пишет, поэтому я его не понимаю, я думала, что это, мне так непонятно. Людмила Сидорова пишет, я натягиваю сверху спанбонд, все стекает по нему, но томата не капает. Это про солнечные ожоги. Ирина Губко пишет, у нас в Волгограде стоит третий день жара, на улице 30, в парнике 40, не смотря на открытые двери. А у нас к нулю 1 градус приближается. Валентина Мейска, скажите, пожалуйста, какой объем стаканчиков, в которых растет рассада? Вот большинство рассады, которые я сегодня показывала и вчера, 500-граммовые стаканчики. Но есть часть некоторых, которым не хватило места, те в 200-граммовых. Но вообще почти все в 500-граммовых. Пишет Александра Ольга Павловна, вы прям прирожденный полководец, и тактика, и стратегия на высоте. И война за урожай обязательно будет выиграна. Каждый год воюем. Наталья Петренко пишет, ну и льет у вас. Так и должно быть, это же весна, хуже, когда сухо. Если дождь, морозы не должно быть. Удачей. Но дождь-то уже прекратился, и изо рта уже пар идет на улице. Так что после дождя-то сейчас солнышко как раз выглянуло, и как даст морозы. Катерина Данев пишет, Вову Путина надо спрятать с Димой Медведевым. Это я рассказывала, как я на хранение поставила на ночь томаты. Там вот, короче, под селенцами у меня и Вова Путин, и космонавт Волков, и Тарасенко. Все их распихало между Настеньками, там между другими томатами. Я думаю, они согреются там все вместе. Так, здравствуйте, какая ширина теплицы? Ну, тут ей уже ответили, что 3 на 8, правильно. Какая рассада суперская. Оля, а у нас суперфосфат белый, пишет Залифабелина. У меня есть одна пачка, еще белый суперфосфат старый. Но сейчас в магазине больше всего продают черный. Он как с добавлением азота. Там азота, правда, немного, но азот добавлен. Он, и еще, как же он называется, гуманизированный, что ли, что там еще гуматый, вот черный цвет придает ему. У нас в воскресенье тоже похолодание ожидается. Тоннели наделала, а рассаду жалко высаживать. А вот огурцы сухие посажу, пишет Любовь. Ну, а я теперь высадила, мне уже деваться некуда, будем теперь так сторожить. У меня вообще сегодня предстоит романтическое путешествие ночью. Это приключение романтическое. Это ночью я пойду зажигать свечи в тоннелях, потому что там никак больше не обогреешь. Вот с того торца и с другого торца поставлю две свечки. И вот это, люди ходят в церкви, свечи жгут, а я в огороде буду жить. Татьяна Ивашенко, вот про грядки-переноски пишет, я тоже пользуюсь, собрала мусорные. Я собрала ящики на мусорке. И пишет еще, вот наш друг с Азербайджана. В Азербайджане тоже ужасный дождь. Была целый месяц, март и половина апреля. Мы думаем, что там тепло. Пишет Мария Леон. Оля, не успеваем за вами записывать, столько полезной информации даете. Спасибо, как же все запомнить. А потом с годами все запомнится. Это вот я в теплице работаю и все, что делаю, я все снимаю, все выкладываю. Потому что специально какие-то видеоролики сядешь, вот чтобы записать, даже ничего не знаешь. А начинаешь работать, вот это надо показать, вот это надо показать, это надо рассказать. И получается, что в течение дня 5 или 6 видеороликов, к сожалению, нет технической возможности все выкладывать. Некоторые еще остаются на полочке. Так, тот, кто любит свою работу, тогда будет жизнь счастлива. Галина Мечкова пишет, спасибо за заботу о нас. Потом везет, что дождь. А у нас такая сушь в Псковской области и в Смоленской сушь. Беларусь засуха. Это что такое? Вообще все засохли. Вчера 28 в тени плечи обгорели. В прошлом году добавила суперфосфат. Томаты как пошли жировать, еле справилась. В общем, не буду больше суперфосфатом весной пользоваться. Скажите, когда вы вставляете коля для подпорки? Если есть время, я вставляю иногда и сразу, потому что лучше бы всего сразу, пока еще корней нету вот в этом промежутке между ними. Но иногда бывает, что именно в момент высадки некогда. Вставляю потом, через несколько дней. А сейчас, так как у нас стоит вопрос, то ли, может быть, еще придется прикрывать не тканкой или не прикрывать. Но я не стала коле пока вталкивать. Вообще можно хоть когда, но лучше раньше. Вот пишут про тоннели. Прикройте толстой пленкой, просто жаль, все замерзнет. Мы уже прикрыли. Я попросила мужа, он мне помог. Растянули, прикрыли. Юлия Голубкина пишет. Ломать спину, ради чего? Здоровья потом не купишь. Нужда, что ли, у нее такая? Не могу понять. Корысть-то с этой рассады небольшая. А сколько у нее пропало в прошлом году? Нафига это надо? Кишки рвать в таком возрасте? Не спать? Переживать, что замерзнут? Конечно, я не знаю, сколько на семенах она зарабатывает. Но такой заработок не нужен. Это тяжелый труд. Но я ей написала, что Юля, зачем вы врете? Что у меня пропало в прошлом году? Еще, может, я что-то забыла. И еще, если вы работаете только из нужды, то некоторые люди работают для своего удовольствия. Вы о таком не слышали? Давайте-ка писать в более уважительном тоне, вообще не заходите. Мне такие гости не нужны. И вот она пишет Ольга Чернова, а она пишет. Где я проявила неуважение? А что в прошлом году? Не пропал урожай после града? Удовольствие от непосильной работы. А пометуйся, пожалей себя, успокойся. Писать больше не буду. Да и смотреть тоже. Я сама кого хошь научу. Это мне азбука не нужна. Потом, не успокоившись, еще написала. Сказала Ольга Черновна. Сомнительное удовольствие выращивать 2000 корней томатов. Все работают из-за нужды. А ради удовольствия хватило бы 50 штук. Юлия, ну вам, конечно, лучше знать, сколько штук мне хватило. И, во-первых, град был не в прошлом году. Он был 2 года назад. И удовольствие от непосильной работы. Почему вы решили, что работа непосильная? И, как вы пишите, что же здесь, что-то, не знаю, какая у нее нужда, корысть, все. Ну, конечно, если посмотреть на мой внешний вид, я очень похожа на нуждающегося человека, который не доедает, не досыпает, плохо выглядит, бледный такой, в сон меня тянет. Ну, вообще, это бред сумасшедшего. Еще потом, где я проявила неуважение, сама, кого хочешь на ночь, мне эта азбука не нужна. Я скажу попросту, я ничего не буду говорить больше, скажу попросту. Не нужна, не заходите. До свидания. Голубкина Юлия, фамилия, не очень оправдывает себя в таком тоне, если писать, вот с такой желчью, с такой злостью. Ну, лучше сидеть там у себя, смотреть что-нибудь другое, раз азбука не нужна. Но это, конечно, не для вас, таких людей нам здесь вообще не надо. Я ее прямо сейчас буду убирать, я не могу, ну, это что за выражение, кишки рвать в таком возрасте. Какой у меня возраст? У меня самый подходящий для этого возраст, для занятия в огороде. Алла Рыдлевич пишет, Ольга, здравствуйте, каждый день смотрю ваши ролики, не перестаю вами восхищаться, как вы справляетесь с таким объемом, просто обалдеваю. Вот смотрите, какие люди разные. Может человек примерно написать то же самое, что и большой объем все, а другой пишет, что кишки-то рвать, столько высаживать, и так в том году все пропало. Это Голубкина, я цитирую. Вот дальше Алла Рыдлевич продолжает, очень многому вас учусь, вы просто чудо-чудная находка для таких чайников, как я. Спасибо вам огромное, что вы находите время показывать. Владимир Гречов пишет, какие калийные удобрения лучше вносить? Я вношу, вот у меня, их же надолго, вот его, там совсем надо-то, там 2 грамма что ли на лунку дозировка. Я вношу всегда калий серно-кислый, только потому, что я вот купила пачку, мне его, наверное, теперь на долгую-долгую жизнь хватит. Я вот потихонечку накладываю в каждую луночку, вношу его. Возможно, есть какие-то еще другие, если подсчитать, например, в магазине, можно найти какое-нибудь подобное удобрение, но мне нет нужды покупать другое, потому что у меня есть уже вот это. Калий серно-кислый я вношу. Так, Светлана Кира Костяновна, здравствуйте, подскажите, в этом году первый раз посадила лук на репку, можно ли с него рвать перо, не найду, а если можно, то есть какие-то рекомендации. Вот смотрите, вот уже вам написали, Татьяна Суслова, что если вы высаживаете на репку, то перо общипывать с него не надо, потому что потеря вот одного этого перышка, как вам объяснить, короче, каждое перо, это вот одна, вот эта одежка луковичная. Чем меньше перышков, тем тоньше будет у вас вот это в диаметре меньше лук. Я делаю так, я высаживаю лук, который вот на репку, высаживаю изначально по гуще, чтобы в течение лета прореживать. То есть вот мне надо, чтобы между луковками оставалось там 5-6 сантиметров, я делаю почаще, и вот эти потом через одну в течение лета я выдергиваю. Это будет как вот лук на зелень, я не общипываю перо, а прям вот эти вот сами все выдергиваю и все. Или если, например, вы хотите общипывать на перо и немножко, чтобы там молочная головка завязалась, щипать нужно с тех же, которые через одну в шахматном порядке, а остальные остаются тот, который живет, сидит на репку, его перо нельзя общипывать ни в коем случае, тогда головка будет совсем маленькая. Мне интересно, кто ставит дизы. Ну кто вот, как Юлия Голубкина. Завистники, те, кто свой зад не может поднять с дивана. Виктор Увнов пишет, мало ли кто, может люди с плохим зрением, да действительно, может у кого сволочной характер. Вот мы только что познакомились с одним представителем сволочного характера, который пишет, что кишки там я уже порвала, за мной тащатся где-то сзади. И вообще, все у меня там побило градом, и все. Я делюсь вот как, ну делишься от простоты душевной, рассказала, что был град вот однажды, у нас это побило. Теперь вот уже нашлись такие люди, которые мне это же, в мой же недостаток, и смогли как-то перевернуть вот. Че хлещется, все равно опять все у нее побьет, все у нее там, все пропадет. Ой, 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 ой. Как можно состоять из одной какашки, я вообще не понимаю. И больше ничего внутри нет. Так, Надежда Уткова. Здравствуйте, Оля, по вашей рекомендации стала использовать стаканчики, стала пересаживать рассаду из ящиков в стаканы. Затем еще раз перевалка. Заметила, что когда рассад попадает в грунт, она, во-первых, не болеет и стоит после пересадки бодрячком. Мне это очень понравилось, они совсем не болеют. Раньше я высаживала из ящиков. Да, конечно, в стаканах это совсем другое дело. Это как называется, есть же разница, вот открытая корневая система и закрытая. Вот у нас в стаканчике считается закрытая корневая система. То есть, пересаживая, мы не разрушаем земляной ком, не нарушаем корневую систему, она вообще не чувствует пересадки. А из ящичка мы все равно обрываем корешки. Это очень долго для меня, а тут другая картина. Спасибо за подсказку. В стаканах очень классно выращивать, особенно если есть большие. Оль, добрый день, сделайте, пожалуйста, видео про вашу лопату, какая ширина. Хочу, ну короче, грядки. Вот смотрите, Вика, я сделаю, но сейчас, я хотела сегодня, но сегодня у нас дождь и дождь, там такое клёкло, прям грунт, копать невозможно будет. Как только дождя не будет, я выйду и пройдусь с ней, с этой лопатой. У меня есть еще где, чтобы порыхлить. Ирина Шумовская. Суперфосфат наносится на гипсовые гранулы, и они остаются в почве. Они остаются в почве. Вот поэтому, наверное, и советуют нам все все-таки делать вытяжку из суперфосфата. Все сопутствующие, они опадут на дно, а у нас этот фосфор растворится в воде и им поливать. Поэтому можно не стараться в лунки выкладывать, все это добавлять. Можно потом сделать вытяжку с суперфосфата и полить. Оксана Молодова пишет. Добрый день, Ольга. Борная кислота опасна для домашних животных. Будьте аккуратнее со своей кошечкой. Но я пока не собираюсь с борной кислотой ничего еще работать. И кошечка наша, мне кажется, все переживет. И борную кислоту, и нас всех вместе взятых. Татьяна Иванова, большая умница. Спасибо. Лучше всего, пишет Елена, все-таки вытяжку делать из суперфосфата в кипятке на сутки-двое. Осадок можно под кусты. Фосфор нужен для роста корней и плодов. Вот я только что сказала, что вытяжку из суперфосфата это вообще идеальное решение. Татьяна Ушакова пишет. Спасибо, вы рассказали все, что мне нужно было. Это вот как раз про суперфосфат. Елена пишет. Более 30 лет после института. Сразу предупреждаю вас. Как отключится камера, значит все, до свидания. Потому что я не контролирую по времени. Она сейчас... Она много не записывает долго и может вырубиться. Более 30 лет назад работала в САРБ Балыке, НСО. Так в то время в деревне даже томаты не выращивали. Люди развиваются. Но согласитесь, многие сегодня не заморачиваются насчет того, чем болеем мы. Что волнует нас и в магазине удобно. Удобнее. А, это тут она... Я не поняла, к чему теперь поняла. Ольга не просто блогер, она подсолнух. На все новое нужно поворачивать свою умную голову. Честь и хвала таким умным, думающим женщинам. Вот я и ответила. Спасибо, Елена, за добрые слова. И с подсолнухом сравнили. Я вот подсолнухи очень люблю цветущие. Когда увижу подсолнечное поле, где я им обязательно делаю фото на фоне подсолнухов. Вы, наверное, видели, я снимаю видео. У меня это панно такое подсолнухи цветущие. Я подсолнухи есть. Я люблю подсолнухи. Так, Наталья Усуль. Оля, посмотрите про ведра с выдвижным дном. Оставляю ссылку. Ну, посмотрю, конечно, будет вот сейчас выходные делать, будет ничьего. В Латвии засуха. Уже второй месяц сидим без воды. Трещина из палец в земле, пишет Галина. А снега разве не было? У нас до середины апреля еще снег лежал. Снег был, но совсем немного. Вот тут вопрос. Его можно заменить гуматом? Это суперфосфат. Я не поняла, какой гумат вы имеете в виду? Вот эти жидкие, которые черные, что ли, гуминовые? Или что вы имели под видом гуматов? Гуматов, они разные бывают. Уточните в каком-нибудь другом видео, спросите. Вот пишет Евгений Мангер. Я настаиваю суперфосфат в бутылке воды. Примерно одно-двое суток он растворяется, поливаю при поливе и все супер. Вика пишет. Я тоже. Но это вот то же самое, что вот предыдущий зритель говорил, что тоже на сутки, на двое суперфосфат, все это осадок убирается, сливается с осадкой и поливается. Наталья Спиридонова жалуется. Вот вас Господь Людмила Тимошкова. Как вы все рассказываете, показываете, одно удовольствие смотреть, слушать, брать на заметку. Суперфосфат добавляю в ровки и присыпаю землей. Обильно поливаю, высаживаю томаты, никогда ничего не сгорело. Урожай отменный. Надежда Красикова спрашивает. То ли суперфосфат у вас с азотом? Сказали в магазине, что сейчас нет без азота. Я вот отвечаю, с азотом куда деваться, но его там немного. Вот этот суперфосфат, на котором я показывала видео, там 10% азота, а 44% суперфосфата у этого. Ну короче, поняли вы. Там всего 10%? Да действительно, у нас сейчас белого нет почему-то. Весь такой идет. Но ничего страшного, так как у меня очень бедная песчаная почва, у меня томаты, я и говорю, что не жируют. Я вот немножко перегну и добавляю, и все. И вот эти 10% азота, я думаю, они не скажутся на мне никак. Анатолий Сало пишет. Вы оговорились, Ольга, не инденты, а индеты, сокращенно от полного названия индетерминатные. И он так объясняет, как будто это слово ни разу я не читала. Ох, погода не балует меньше, завидую вашему антивизму. Но я пишу, инденты я так оговариваю всю жизнь. Это не первое замечание, но переучить не получится. Уже на автомате. Я уже, это слово у меня как от этого, оно как отштамповалось. Инденты, так теперь и будут инденты. Ольга Чернова, не обижайтесь, я самый виной раз что-нибудь ляпну и такая от себя, а потом долго удивляюсь, как это слово я умудрился придумать. У нас сейчас гроза, гром, молнии. В этом году первая гроза была 4 апреля. Такую раннюю я не помню в свои 60 лет. Но у нас грозы еще не было, но дождя хватает. Петр Войцышко. Здравствуйте, Оля, у вас темный суперфосфат, он азотистый? Да, я вот только что говорила, 10% азота. Сейчас он весь вот такой черный, почему-то белого нет. У меня еще старая пачка белая осталась, лежит. А такой вот новый, у кого не спросишь, все покупают, все одинаковый. И вот зрительница сказала, что говорят, сейчас делают только такой. Снежана Будаева пишет, здравствуйте, а двойной суперфосфат применяют так же? Конечно применяют, это то же самое, просто там повышенное содержание фосфора и все. Главное с фосфатом не переборщить. Прошлым летом добавил его при посадке, половина томатов сгорела, не знал тогда, что он опасен. Вытяжка лучший вариант, согласен с вами. Да, нужно и лишнего не насыпать, и проследить, чтобы корни не соприкасались с удобрением. Сгорят, обязательно землей закройте. Вот это я не поняла, что такое. Элита смотрит в качестве 360-ры. Что это? Оля, вы из какого города? Алтайский край, город Бийск. А, кстати, хотела спросить, сегодня открыла этот YouTube, и там выскакивают вот эти рекламы, и там этот канал про цветок, будет там прямой эфир что-то, только для платных подписчиков. Что сейчас еще и подписка платная уже становится, что они видеоролики рассылают за какие-то деньги, что ли? Если кто-то знает, напишите в комментариях, мне все интересно. Обычно до этого же все люди могли просто бесплатно подписаться и смотреть.